Наша очередная тема называется «Книга Мормона противоречит Библии. Где и каким образом?» Церковь Мормонов говорит, что в книге Мормона нет никаких изъянов. «Каждая часть совершенно подходит ко всему остальному и делает целое завершенным. Мир не смог показать пальцем в откровениях данных Иосифу Смиту на какие-либо примеры непоследовательности или несогласованности с тем, что было открыто прежде или предсказано пророками и самим Господом». На самом деле очень смелое заявление, потому что на протяжении всей истории существования мормонизма христиане только и делают, что показывают, например, несогласованности между писаниями мормонских пророков, в частности книгой Мормона и нашей с вами христианской Библией. Вот только несколько таких наиболее ярких противоречий, буквальных противоречий между книгой Мормона и Библией. Для того, чтобы нам проще было с вами следить за этими противоречиями, вы будете смотреть тексты в Библии, а я буду вам читать тексты, как они звучат в книге Мормона. Тексты очень похожи. Зачастую это тексты, говорящие об одном и том же событии, и в некоторых случаях даже цитата одной и той же фразы, один и тот же текст повторяется в книге Мормона с небольшими изменениями. И, как вы сами понимаете, перевод книги Мормона делался иными переводчиками, нежели перевод синодальный, поэтому есть какие-то стилистические отличия. Но, тем не менее, все равно текст одинаков, и различия очень хорошо бросаются в глаза. Нужно просто внимательно прислушаться. Итак, вы читаете в Библии, я читаю из книги Мормона. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Стих, который все мы с вами хорошо знаем, где говорится о спасении по благодати. Павел пишет, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. В книге Мормона, во второй книге Нефея, 25 глава, 23 стих мы читаем. Ибо мы знаем, что по милости его мы получаем спасение после всего того, что мы можем сделать. По милости Божией получаем спасение после всего того, что мы можем сделать. То есть, картинка такая, что мы с вами делаем все, что можем, и потом Господь по милости своей добавляет нам недостающее. Но отсюда возникает очень простой вопрос, а ты уже сделал все, что можешь, чтобы рассчитывать на Божью милость, которая тебе якобы будет дарована. Еще одно замечательное место. Я знаю историю, по крайней мере, одного человека, который, прочитав этот текст книги Мормона и увидев это расхождение, ушел из мормонской церкви. Был достаточно известный человек, который занимался серьезным исследованием внутри этой церкви, который писал очень серьезные документы для нее. Но когда он увидел, что это расхождение присутствует, он не смог там больше оставаться. Значит, по истории книги Мормона мы знаем, что в свое время для того, чтобы показать людям, живущим на американском континенте, что Бог дает им те же самые откровения, что и людям, живущим в Израиле, Бог якобы сообщил им дословно некоторые главы из книги пророка Исаии. И поэтому во второй книге Нефия мы находим буквально несколько глав из книги пророка Исаии, переписанных дословно прекрасным языком Библии короля Якова. Но мы с вами уже говорили о том, что Смит брал текст короля Якова и просто копировал его в текст книги Мормона. И когда мы с вами читаем вот те два стиха, которые я процитирую, Джозеф Смит добавляет туда буквально одно-два очень коротких слов. Два коротких слова, которые полностью меняют смысл этого текста на противоположный. Вот давайте посмотрим, как это получается. Исаия 2 глава, 8 и 9 стих. Исаия 2, 8 и 9. Исаия говорит о народе Израилево. Исаия говорит о народе, который занимается идолопоклонством, который сотворил себе рукотворных богов и начал им поклоняться. «И наполнилась земля его идолами, они поклоняются дел рук своих тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их». Все очень просто и понятно. «Наполнилась земля идолами, человек смирился и поклонился этим идолам, и за это ты, Господь, его не простишь, за то, что он идолопоклонник». Джозеф Смит, или точнее его последователи, потому что это изменение, скорее всего, появилось в книге Мормона гораздо позже, уже после смерти самого Смита, придают тексту такой интересный смысл. «И наполнилась земля их идолами, они поклоняются делу рук своих тому, что сделали персты их. И низкий человек не преклоняется, и знатный вельможа не смиряется, а потому не прости ему». То есть, в варианте книги Мормона люди отказываются смиряться перед ложными богами, они отказываются поклоняться идолам, и пророк говорит, за это их не прости, за то, что они не хотят быть идолопоклонниками. То есть, текст приобретает совершенно абсурдное, анекдотическое, абсолютно не библейское звучание, фактически являясь призывом к идолопоклонству. Пророк призывает Бога покарать людей за то, что те отказываются быть идолопоклонниками. Этот текст находится во второй книге Нефия, 12 глава, 8-9 стих. Очевидно то, что мы с вами сейчас почитаем. Следующий текст, Евангелие от Луки, 23 глава, 44 стих. Луки, 23-44. Лука пишет о событиях, которые были связаны со смертью Христа. Помните, когда Господь испустил дух, на земле наступила темнота. И Лука пишет о том, сколько эта темнота продолжалась. И говорит очень конкретно. «Был же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Три часа эта тьма продолжалась. В книге Мормона, в книге Геломана, 14 главе, 20 стихе, мы читаем следующее. Пророчество о том, как это якобы должно произойти. «И не будет света по лицу сей земли, с того времени, как он претерпит смерть, в продолжение трех дней, и по тот час, когда он снова воскреснет из мертвых». То есть с момента, когда он умрет, до момента его воскресения, продолжение трех дней. Библия говорит о трех часах, книга Мормона говорит о трех днях. Эти вещи между собой не согласуются. Книга Деяний, 11 глава, 26 стих. Деяние, 11, 26. События, о которых идет речь в этой главе, происходят примерно в 34 году после Рождества Христова. И это важно, на самом деле, для того, чтобы понять, о чем идет речь. В этом тексте сказано, что ученики в Антиохии впервые стали называться христианами. То есть слово «христианин» появилось в обиходе верующих людей впервые в городе Антиохия в 34 году, после Рождества Христова. И мы с вами переносимся в книгу Мормона и читаем книгу Алмы, 46 главу, 15 стих, которая по официальной хронологии книги Мормона была написана за 73 года до Рождества Христова, то есть за 111 лет до событий, которые описывает Лука в книге Деяний. И в книге Мормона мы читаем следующее. Да, все истинно верующие во Христа с радостью взяли на себя имя Христа или христиан, как они назывались, потому что веровали в грядущего Христа. Библия говорит впервые, это случилось в 34 году после Рождества Христова, книга Мормона говорит в 74 году до, в 73 году до Рождества Христова. Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 стих. Пророчество о... Не пророчество, а евангельское повествование о рождении Христа. Евангелие от Матфея, мы читаем здесь, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода и так далее. Иисус родился в Вифлееме. Казалось бы, общеизвестный факт, который знает практически любой ребенок, в воскресной школе, если он регулярно туда ходит. В книге Мормона, книга Алмы, 7 глава, 10 стих, мы читаем нечто совершенно другое. И вот он родится от Марии в Иерусалиме, в земле наших праотцов. Мормоны понимают, что на самом деле здесь есть некая проблема в этом стихе, и на протяжении долгого времени они объясняли, что под Иерусалимом имеется в виду вся земля израильская, включая Вифлеем. Но на самом деле, как показали уже с тех пор некоторые исследователи, в те времена, когда писалась Библия, когда должна была писаться книга Алмы по той хронологии, которую Мормоны дают, такого использования имени Иерусалим не встречается ни разу в документах. То есть, никто никогда не говорил об Иерусалиме, как о неком собирательном названии для всей территории Израиля. То есть, в данном случае, имеет место просто ошибка. Видимо, Джозеф Смит по неграмотности просто перепутал эти два города. Еще один интересный аспект книги Мормона заключается в том, что в ее тексте присутствует анахронизма. Что здесь имеется в виду? Время от времени, когда Джозеф Смит писал книгу Мормона, он вставлял туда библейские цитаты из Библии короля Якова. Однако, в силу того, что он человек был, опять же, не очень грамотный и не очень внимательно следил за тем, когда происходили в Библии те или иные события, оказалось, что некоторые цитаты, которые он использует, они употребляются в книге Мормона за много лет до того, как они были произнесены в Новом Завете. Понимаете, да, что я имею в виду? То есть, человек в Новом Завете говорит это, допустим, через 100 лет после Рождества Христова. Ну, через 100 лет я немножко перегнул, конечно. Ну, допустим, через 30 лет. А в книге Мормона это используется до Рождества Христова, когда эти слова еще не были произнесены. Причем речь идет не просто о некоем пересказе, о каком-то пророчестве, которое совпадает по звучанию. Речь идет о точных цитатах из Библии короля Якова, которые совпадают буквально до запятой. То есть, это конкретные цитаты конкретного человека, которые были произнесены и записаны в Писании. Вот несколько примеров. Евангелие от Матфея, 3 глава, 10 стих. Фраза, которая была произнесена примерно в 29 году н.э. Господь говорит, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Книга Мормона, книга Алмы, 5 глава, 52 стих. Примерно 83-й год до Рождества Христова, то есть, за 112 лет до момента, когда Господь это говорит. Вот секира приготовлена у корня дерева, и каждое дерево, которое не приносит добрых плодов, будет срублено и ввергнуто в огонь. В русском тексте слова звучат немножко по-разному, английский текст совершенно поразительно одинаков в обоих случаях. Английский текст книги Мормона, и английский текст Библии короля Якова. Еще один пример. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих. Апостол Павел пишет эти слова примерно в 55 году н.э. и говорит, когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, и так далее. В книге Мормона, в книге Моссии, 16 глава, 10 стих, примерно за 148 лет до Рождества Христова, то есть за 200 с лишним лет до момента, когда апостол Павел эти слова написал, мы встречаем эту цитату. «Даже смертное сие облечется в бессмертии, и тленное сие облечется в нетлении». Дословная цитата из Библии короля Якова. Еще один пример. Послание к римлянам, 8 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет эти слова примерно в 57 году н.э. после Рождества Христова. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Во второй книге Нефия, в книге Мормона, мы находим эти слова, произнесенными между 559 и 545 годом до Рождества Христова. То есть за 600 лет до того, как апостол Павел взял в руки перо, чтобы написать послание к римлянам. Помните, плотские помышления – суть смерть, а помышления духовные – жизнь вечна. Все эти примеры говорят совершенно однозначно и убедительно, что книга Мормон – это современный документ, который составлялся человеком, у которого перед глазами была Библия в переводе короля Якова, который мог совершенно спокойно копировать оттуда части текста и который при этом не совсем понимал, насколько важно соизмерять цитату, которую он берет и вставляет в текст с тем временем, когда эта цитата на самом деле была произнесена и сказана. В те времена, когда Джозеф Смит проповедовал неграмотным фермерам, такие вещи сходили с рук. Но любой более-менее серьезный, внимательный человек, который занимается изучением писания, который знаком с библейской хронологией, конечно, легко поймает его за руку. Вот еще один пример того, почему книга Мормона не может быть священным писанием. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok